Приветствую всех подписчиков моего канала, а также моего блога. С вами снова Светлана Быкова. И, наверное, вы уже в курсе, если следите за моей жизнью. И то, что у меня происходит, вы в курсе, что я была 2 недели в отъезде, теперь я вернулась и начинаю выкладывать новое видео. Конечно же, я сразу стала смотреть, что происходит в тех проектах и компаниях, где я уже зарегистрирована. И это компания OneCoin, WebTransfer. Ну, еще одна компания, которая еще до сих пор пока в стадии ожидания. Я про нее вообще не говорю. Ожидание выплат мы. Итак, я съездила очень отлично. И об этом, как я уже сказала, я вам расскажу. А сейчас я хотела бы с вами поделиться и поговорить о новом кабинете компании OneCoin. А также сказать о том, как у меня продаются или не продаются монеты. Меня до сих пор об этом спрашивают и стучатся в Skype, поскольку я оставляю везде свои данные для связи с нормальными, адекватными людьми. Пару дней назад, по-моему, произошло обновление кабинета OneLife в компании OneCoin. И мне он больше нравится, чем был ранее. Давайте с вами пробежимся, что же здесь изменилось. Итак, вы заходите. С левой стороны вы можете поставить свой аватарчик. Тут ваш логин. Страна, в которой вы находитесь. Сверху мы видим три полоски. Это убрать или показать меню. На домик вы нажимаете, если вы находитесь на какой-то другой странице. То есть с любой другой страницы перейти на первый кабинет вы можете, либо нажав на домик, либо нажать на название OneLife, либо нажать на Dashboard. Давайте на домик нажмем для примера. Так, сверху вы видите корзинку. Здесь будут в корзину добавляться гифт-коды, если вы их собираетесь покупать. Они тут будут, цифры появляться, один, два и так далее. Письма от компании. Здесь вы можете менять язык. Можете поставить русский, китайский, финский и английский стоять. Я этого делать не буду. И вот здесь кнопочка «Выход». Дальше. Здесь вы видите, сколько дней осталось до понедельника, потому что данные по структурам закрываются понедельно в компании. Здесь вы видите свой статус. Есть ли лидерский ранг. Я сразу скажу, что здесь я активно не работаю. Я здесь просто чисто как инвестор, хотя маленькая структура есть. Но мне не все нравится. Мне очень нравится то, что происходит, как это долго все тянется. Здесь я не активничаю. Поэтому никаких особых тут у меня личных результатов нет. Здесь написано, сколько нужно BV-поинтов в структуре, чтобы перейти на следующий ранг. Сапфир. Далее. Видите, сколько ванкойнов у вас в кабинете. Сколько токенов у меня их нет. Уже все три сплита прошло. Сколько в кэше денег. Кэш-аккаунт – это ваши деньги, которые можете поставить на вывод. Но я вывожу на банк. 15 евро еще снимают. Такая маленькая сумма. Откуда они появились? Это мало-мало. По-моему, 1 декабря продалось по несколько моментов, нескольких аккаунтов. Это можем увидеть здесь. Раз, два, три, четыре, пять с пяти аккаунтов продалось по одной монете. И я все денежки перевела сюда. Возвращаемся назад. Ташборд для примера. Сейчас нажмем. На трейдинг аккаунте, сколько в сохранении монет кунцев. Я ничего не сохраняла ни на год, ни на два. Опять же, вы можете нажать, перейти и ваши монеты поставить на 24, 12, 18 месяцев. Будьте аккуратны. Некоторые не смотрят. Вместо 12 месяцев, поскольку здесь стоит автоматом 24, бабахают два года. Так, перешли назад. Здесь сколько у вас в онлайн-поинтов. Вот эти поинты – это как бы бонусы, которые копятся вам в дальнейшем. Возможно, мы на что-то сможем их расходовать, на какие-то покупки, на что-то еще. В онлайн-поинты также вы можете увидеть в разделе вот этот. Recognition, типа того что-то. Так, ваши структурные баллы, бонусы за этой неделю, сколько всего выведено средств с этого аккаунта, сколько у вас на золоте, и сколько прошло сплитов. Три из трех. Барометр сплита сейчас ноль, потому что, по-моему, вчера произошел там суперсплит. Поэтому ноль и трудность увеличения 19% – это тогда, когда увеличится трудность добычи. На сегодняшний день, вы видите, справа она составляет 79 токенов за одну монету. И это стоимость токенов и ванкойнов. Здесь сколько замороженных аккаунтов. Вообще, я так понимаю, не лично у меня в структуре, а вообще. Здесь важная информация, можете перевести, почитать. Здесь сколько денег и сколько ванкойнов было на благотворительность отдано. Члены, где находится, сколько членов ванкойн по всему миру. И последние новости. Ну, тут уже все, сами увидите, что вам нужно, посмотрите дальше. В моем профиле вы видите свои данные, свою ссылку. И можете расставлять, я не буду переходить и показывать свои данные, и делать расстановку структурой вправо и влево. Моя сеть. Тоже вы посмотрите. Мой аккаунт. Что мне нравится, что теперь вот эти есть горизонтальные, еще, как скажем, подразделы в каждом разделе. Здесь видно, сколько чего. Это переводы на новый сайт. В новый отдельно сейчас есть биржа. И мы тоже посмотрим, как там ставить. Конкретно там на продажу мы ставим. Это кэш аккаунт. Кэш аккаунт токенов. Трейдинг аккаунт. И коинсейв, опять же. Дальше бонусы. В принципе, вы можете пощелкать и сами все увидеть. Здесь, опять же, бонусы все. Стартап у меня не было. Мэтчинг и директ бонусы. Посмотреть. Шоп. Шоп. Это дальше. Академия. Если я нажимаю сюда, вы можете приобрести гифт-коды. Ваши гифт-коды, которые были использованы. История оплаты. Апгрейд пакетов. Все это вы можете тоже у себя. Здесь вы можете сделать апгрейд вашего пакета на любой другой, не ниже, чем он у вас есть. Еще вернемся в шоп. Здесь OneCoinGift код. Здесь покупайте. Как оно? Здесь оплата, по-моему, приложения. Здесь я тут не проходила, я не разбиралась. Здесь покупка OneTablet gift кода на покупку этого. На покупку планшета, по-моему, криптокарнси. Здесь ваши транзакции. Блокчейн в режиме реального времени. Когда происходит какая-то транзакция в компании. Вы видите здесь одну минуту назад. И пошел отчет. То есть это вот так. Об этом мы уже говорили. Здесь в этом меню находятся вот эти подарочные ваши пункты. Сколько после вас. Здесь вы видите, сколько у вас всего. Сколько человек зарегистрировалось после вас. И вся таблица, где вы можете видеть, каким образом эти пункты появляются. Мерчант. Информация. Да, здесь нужно пройти тесты, чтобы иметь возможность продавать приложения, по-моему. Тулс и аналитика. Аналитика. Сплит калькулятор вы можете посчитать, выбрать, например, на вашем аккаунте. Если вы сейчас такой тайкун трейдер. Если вы, например, Infinity плюс пакет купите. Калькулить нажимаем. То на вашем аккаунте еще произойдет на этот пакет три сплита. Здесь очистить. Здесь калькулятор. Какой пакет вы покупаете. Например, опять же, поставим тут Infinity. И в какой валюте вы оплачиваете. Например, если в долларах. Калькуляция. Знаете, в компании OneCoin все в евро. Это 27500 евро. А в долларах по курсу компании внутреннему это будет 31900 долларов. То здесь вы можете сделать расчет покупки вашего нового пакета. Апгрейда пакетов в любой валюте, которая здесь присутствует. Информационный центр. Здесь все новости. Тоже пощелкайте. Посмотрите ответы на вопросы. Веб-сайты, какие есть в компании. И здесь же теперь вынесен суппорт. То есть поддержка. Вы можете писать вопросы. Напоминаю, что здесь есть и русскоязычная поддержка. Можете выбрать и писать свои вопросы. И ждать ответа. Здесь нажимаю теперь для примера OneLife. Перехожу опять же на дашборд. Но здесь вроде бы основное все. Если вам интересно, вы изучите уже кабинет свой подробнее. Из этого кабинета в транзакции видно, как мы перечисляем свои монеты сюда. Вот сюда этот сайт xcoinx.com для того, чтобы их продать. Давайте зайдем в этот же аккаунт у меня. Здесь посмотрим мой аккаунт. Токен аккаунт. Так, токен аккаунт. Вот эти монеты я как раз переводила в xcoinx для продажи. Переходим на тот сайт. Вводим пароль. Заходим в ваш аккаунт. На пятой, первой странице при входе мы уже видим, что мы можем продать или купить монеты. И также, кстати, что я хотела сказать. Так, это очень удобно. Здесь вы видите все транзакции, которые были выставлены. И вот здесь, конкретно на этом аккаунте, у меня ничего не продалось. Пока я была в поездке две недели, у меня была очень насыщенная там программа. Не всегда был доступ и возможность доступа к интернету. Возможность именно по времени. Поэтому я выставляла несколько раз всего монеты. Здесь вы видите, они были выставлены. И как бы срок истек. Сейчас пендинги висят. Здесь ничего не продается. То есть продажа идет так же медленно, как она и шла. Для того, чтобы вам ставить на продажу монеты, они у вас должны быть здесь. Поначалу у вас здесь все нули. И чтобы их сюда перевести, сейчас покажу, как надо сделать. Так, раз, два, три, четыре, пять. Буквально вот пять на семь. По семь я ставлю. 35 сейчас монет есть. Давайте еще сюда семь пополним, чтобы поставить тоже их на продажу. Для этого мы поднимаемся наверх. В аккаунте выбираем OneCoin аккаунт. Вы видите все транзакции перевода. И перевод своих монет из основного аккаунта, который у нас был. Вот этот. Перевод монет сюда. Трансфер to XCoinX. Но также эти монеты можно перевести потом, оставшиеся назад, если вам надо будет. И, кстати, это сделано очень удобно. Так, выбираем семь монет. Семь монет. И вводим пароль для транзакции. Сейчас 35 монет. Операция прошла. 42 монеты здесь уже. Дальше нажимаем на дом или на XCoin. И вы возвращаетесь на ту страницу, чтобы у вас была возможность на главную страницу при входе, которая поставить с монеты на продажу. Вот ставим X7. И также вводим пароль для транзакции. Здесь можно выбирать также маркер или лимит. То есть вы можете менять стоимость монеты. Я однажды это пробовала делать. И об этом тоже записано в видео. Но хочу сказать, что эффекта этого никакого не принесло. Монеты быстрее продаваться не стали. Поэтому я не вижу смысла ставить цену меньше, терять деньги, а также получать продажи, например, там небольшие раз в месяц. Вводим пароль для транзакции снова. И нажимаем «Play order». Все, все прошло. Теперь мы видим, вот заявка наша появилась здесь, где написано «Pending». Это все еще как бы заявки в обработке, если они не пройдут. Сегодня, кстати, 8-ое, 12-ое. Вот сегодня, если монета не продастся, скорее всего, так и будет. Они здесь тоже «Experit» появятся. То есть время вышло. Как я уже сказала, эти же пополненные денежки, денежки, монеты, вы можете отправить назад на свой основной аккаунт, нажав сюда красный. «Transfer» из XCoinX. Здесь кэш-аккаунт. Можно деньги переводить. Я этого не делала. Здесь трейдинг-аккаунт. С трейдинг-аккаунта. Вот здесь, если у вас есть. Если у вас есть обязательные покупки, вот здесь на трейдинг-аккаунте евро, с которых вы должны обязательно сделать покупку, или это сделает компания за вас, по-моему, 2% или 2,5%, при этом сняв, я уже не помню. Потому что я ничего не покупаю, сплитов уже не жду. Я просто наблюдаю и ставлю монеты на продажу. То есть эти денежки можно перевести сюда и делать операции, какие вам нужны. Так, выход находится вот здесь. Вот так вкратце все. Обзор новостей, чего я знаю. Может быть, вы уже видели подобные видео на YouTube. Может быть, вам мое видео поможет. Буду рада, если поможет. С вами была Светлана Быкова. Всем желаю успехов в любых ваших начинаниях. Следите за моей информацией на канале на моем и на блоге. Выбирайте свою жизнь такую, какую вы хотите. Вы можете ее создавать сами. Это я уже точно знаю. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на новости блога. Желаю всем успехов. С вами была Светлана Быкова. До следующей встречи. До следующей встречи. До встречи.